МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите информационную программу подробностей на канале телевидения Газпромдобыча надым. В студии Ярослава Кондрякова. Здравствуйте. Сегодня в программе. Вскрытие покажет. Техникой нельзя копать ближе, чем на 5 метров. От газопровода. На М-Совейском газовом промысле идет замена шарового крана. Быть стальным снаружи и внутри. Ты несешься со всей дури с трамплином. Снегоходный кросс объединил любителей быстрой езды. Заместитель генерального директора Газпромдобычи надым Виктор Моисеев принял участие в Международном энергетическом форуме ТЭК России в 21 веке в Москве, который завершается буквально в это время. В рамках деловой программы форума состоялось совещание по вопросам комплексного развития внутреннего рынка газа и по вопросам реализации федерального закона о теплоснабжении. Участники обсудили текущие проблемы, возникающие в ходе реализации программы газификации, вопросы укрепления платежной дисциплины потребителей энергоресурсов, взаимодействия Газпром и региональных властей, а также задачи повышения энергоэффективности предприятий газовой отрасли. Отдельно были рассмотрены вопросы комплексного законодательного обеспечения реформы теплоснабжения. В 13-й зарплате «Быть» на балансовой комиссии в Большом Газпроме подведены итоги деятельности «Газпром. Добыча на дым» за 2017 год. Проанализировав финансовые и экономические показатели компании за истекший период, участники заседания признали деятельность надымских газовиков удовлетворительной. В отличие от школьных отметок, здесь может быть только две оценки – «неудовлетворительно» и «удовлетворительно». За такими обтекаемыми формулировками труд тысяч людей, многозначные цифры и конкретные дела. И, конечно же, каждому работнику важна положительная оценка его труда. На утреннем селекторе генеральный директор Сергей Меньшиков поблагодарил ведущих специалистов, которые принимали участие в балансовой комиссии и весь коллектив в целом. Он отметил, что такая оценка свидетельствует о профессионализме, высокой квалификации и отличной слаженной работе всего коллектива, начиная от работников на промыслах и заканчивая руководителями в администрации, добавил генеральный директор. Отмечу, что только после положительной оценки на балансовой комиссии год можно считать завершенным, а сотрудники могут получить 13-ю зарплату. К делам текущим. В районе Ямсовейского промысла специалисты ННГДУ на время вывели из эксплуатации участок трубопровода. Причиной стала плановая замена шарового крана. Прежний утратил свою герметичность. Работы повышенной опасности длятся не меньше недели, поэтому нашей съемочной группе удалось увидеть подготовку. Чтобы добраться до шарового крана, нужен котлован глубиной около двух метров. Каждое действие бригады линейно-эксплуатационной службы Надымского нефтегазодобывающего управления указано в наряде допусте. Внимание максимальное. Скрытие участка, где проходит газопровод, относится к газоопасным работам. Грунт промерз на полтора-два метра, иногда в некоторых местах больше. При промерзании он твердый, он насыщенный водой, становится твердый, как бетон. Брать его очень тяжело. Парим ППУ, выбираем лопатами. Техникой нельзя копать ближе, чем на пять метров от газопровода, дальше работая вручную лопатой. Здесь грунт замерзший, а там возле трубы, оттаившей, можно нормально лопатой работать. Нам разрешили провести видеосъемку, поскольку это только подготовка к огневым работам. То есть, когда происходит демонтаж старого крана и установка нового, посторонним находиться здесь нельзя. Все это время Емсовест и промысел работают в обычном режиме, но минуя газопровод Уренгой на Дым-1. Мы переключились просто и работаем в другой газопровод трансгазовский на Псковскую. Здесь коридор идет, в котором мы подключены к нескольким ниткам. То бишь, мы можем отсечь один участок и перенаправить газ в другую магистраль. Тщательная подготовка, чтобы обеспечить все условия для качественной работы сварщиков и монтажников. Но гасил уходит не только на раскопки. Нужно время для того, чтобы освободить участок трубы от старой изоляции. Не один слой, да, надо снять все досконально, чтобы для улучшения работы монтажной бригады, для улучшения процесса. Слоев бывает несколько, да, в зависимости от нанесения, от способа нанесения. Этот шаровой кран из современного поколения отечественного оборудования вместе с катушками весит 14 тонн. Главная задача – отсечь подачу газа при необходимости. Его монтаж провели в начале этой недели. 29 июня 2018 года в Санкт-Петербурге состоится общее собрание акционеров «Газпрома». А сейчас во всех его дочерних обществах идет подготовка к этому важному событию. Об этом мы поговорим с гостем нашей интерактивной студии. Это начальник отдела управления имуществом Борис Романов. В «Газпром добыча на дым» стартовала подготовка к общему собранию акционеров. Что уже сделано? Мы в конце марта получили бланки доверенности на акционеров-работников общества. И комиссии филиалов начали работу по оформлению доверенности для работников. Эта работа проводится в связи с тем, что каждый акционер по «Газпром» не имеет возможности лично принять участие в собрании акционеров. И в нашем случае мы в основном реализуем его право через оформление доверенности в пользу «Газпром добычи на дым». Уже десятый год подряд интересы общества на собрании акционеров по «Газпром» будет представлять генеральный директор общества Сергей Николаевич Менщиков. Он, как никто другой, хорошо знает специфику нашего региона, газодобывающей отрасли. И с учетом этого сможет принять участие в принятии решений со знанием дела и обеспечить принятие благоприятных решений для нашего общества и региона в целом. А есть ли особенности в подготовке в этом году? Последние годы изменений в рамках работы по подготовке к собранию акционеров по «Газпром» у нас не наблюдалось. Мы работали по установленной схеме. Но вот в этом году собрание акционеров состоится в городе Санкт-Петербург по месту нахождения головного офиса компании. А что должно стать результатом подготовки? В результате работы по подготовке к собранию акционеров по «Газпром» будут консолидированы голоса акционеров, работников общества. Для того, чтобы генеральный директор общества Сергей Николаевич Менщиков мог принять участие в собрании акционеров и принять участие в принятии решений собрания по утверждению годового отчета общества, избранию совета директоров, утверждению ревизионной комиссии и утверждению размера дивидендов. А имеет значение, какой пакет соберет представитель компании? Да, конечно, это очень важно, чтобы мы консолидировали все голоса, которые есть у работников общества, для того, чтобы обеспечить принятие выгодных для нас решений на собрании акционеров ПАО «Газпром». Спасибо. Добавлю, список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании данных реестра акционеров «Газпром» на конец операционного дня 4 июня 2018 года. Еще одна система управления в «Газпроме» и в дочерних обществах приводится в соответствии с международным стандартом. В этот раз система энергетического менеджмента. Цель внедрения этой системы – рациональное использование невозобновляемых источников энергии и переход на возобновляемые, снижение выбросов парниковых газов и в целом повышение энергетической результативности компании. Для выявления проблемных мест в реализации программы и определения дальнейших планов консалтинговой кампании вначале был проведен диагностический аудит, а затем обучающий семинар с рабочей группой. В нем приняли участие около ста специалистов «Большого Газпрома» и его дочерних обществ, в том числе четыре представителя «Газпром Добычи на дым». Несмотря на то, что обучение длилось всего три дня, семинар оказался достаточно результативным. Я думаю, в первую очередь, это связано с тем, что привлекаемая консалтинговая компания имеет довольно-таки значительный опыт взаимодействия с ПАО «Газпром» и его дочерними обществами, который был получен в ходе внедрения системы экологического менеджмента и системы менеджмента качества. Следующим этапом внедрения системы является разработка основополагающих документов, проведение энергетического анализа, который позволит нам выявить области значительного использования энергии и разработать соответствующие мероприятия по повышению энергетической результативности общества. Как уцелеть на скользкой автодороге? Водителям Управления технологического транспорта и спецтехники напомнили о правилах безопасности вождения на льду. Ольга Спицына узнала все подробности. На этой неделе каждому из водителей Управления технологического транспорта и спецтехники, а это порядка 850 человек, напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения. Ограничивать скорость до 40 км в час на опасных участках, быть на чеку спросевшей за зиму обочиной – таковы вынужденные требования в скользкое время года. Дорожники не успевают обработать опасные участки. Соответственно, если гололед, мы должны проинструктировать водителей о требуемой безопасной скорости, выборе требуемой скорости. Ну и, соответственно, предупредить об опасности гололеда. Радик Хабибуллин управляет погрузчиком с 18 лет. По его словам, этой машине не страшна никакая погода, резина колес не меняется. Однако и здесь приходится крепко держаться за руль. Весной, когда на дороге гололед, машина, это же техника, она ее тоже самое, как и остальные автомобили, тоже таскает по дороге, заносит. Ну, инструктаж проводят для того, чтобы мы не забывали, как говорится, каждый месяц же, повторяем, каждый месяц в 20-х числах. Все объясняют, чтобы соблюдали технические безопасности на дороге, соблюдали ПДД, повторяем, не мать течения. Для того, чтобы управлять в гололеде с транспортным средством еще большей массой, 8 тонн, необходимо большее мастерство. И у профессионалов есть что вспомнить. По своей полосе вылетает машина навстречу. Я чуть-чуть принял на обучину, уступил ей дорогу, а так бы было бы ДТП, если бы не уступил бы. Причиной единственного ДТП, зарегистрированного в Газпором добычный адым в 2017 году, тоже стала гололедица. Эту статистику специалисты надеются свести к нулю. Вопросов нет, да? Все понятно, значит, не гоняем, ездим аккуратно, обращаем на погодные еще раз условия. Эпилогом таких инструктажей для водителей управления технологического транспорта и спецтехники стал экзамен по безопасности дорожного движения. Его билеты включили свежие изменения российского законодательства в этой области. Ольга Спицына, Максим Плеханов, телевидение «Общество Газпром добычи на дым». Знакомство с «Газпром добычи на дым» для учеников класса связи и телекоммуникаций третьей надымской школы продолжается. На этот раз им показали работу тех, кто отвечает за безаварийную работу технологического оборудования газодобывающего предприятия. Рассказывает Оксана Захарова. Структура, специфика, возможности управления аварийно-восстановительных работ, а также знакомство с правилами безопасности в производственных цехах в начале. Затем самое интересное – очная ставка с работой токаря, с лесолеремонтника, фрезеровщика, электрогазосварщика и заодно с останочным парком управления. «Ребята узнали, что такое изготовление комплектующих запасных частей для наших филиалов, для Надымского НГДУ, для Ямайского ГПУ, для Баваненкова в частности, какие детали изготавливаются, какие оборудования». Из ремонтно-механического в цех метрологии и автоматизации производства. Будущие связисты уже знакомы с его направлениями работы, но только теоретически в учебном плане уже были лекции на эту тему. Сейчас о направлениях работы инженеров и слесарей КПА, метрологии и электромонтеров ребята узнают от самих специалистов. «Сюда привозят приборы разных электрических величин, как мультиметры, магазины, сопротивления. Здесь мы их подготавливаем к поверке». «Когда ты видишь визуально, это воспринимается гораздо лучше, когда тебе рассказывают. Как бы не до конца все понятно, а вот тут вот рассказали, вот лучше все равно». «Я теперь понимаю, как это выглядит, знаю, как это происходит и более-менее начал понимать, что будут делать в будущем, скорее всего». Зона ответственности цеха, качественная работа приборов, автоматики и других сложных механизмов на газодобывающих объектах «Газпромдобыча надым». Об этом старшеклассникам рассказали молодые специалисты, не так давно получившие специальность слесаря КПА. «Рады сотрудничеству, были интересные моменты, поскольку в школе женщины в основном занимаются обучением этих детей. В классе почти все мальчики, всего три девочки, 14 мальчиков. А здесь мы сходили и посмотрели на производство, которое мы не могли им рассказать этого, мы это сами не знаем». «Надо начинать, наверное, вот именно со школьной скамейки, потому что когда начинаешь отсюда, то есть ты им показываешь, и человек понимает, когда выбирает свою профессию, куда он идет, на что он идет. И я надеюсь, что когда он выберет, он останется так же надолго в этой профессии и будет себя повышать». Такие профиориентационные занятия в рамках партнерского соглашения между управлением связи и классом информационно-технологического профиля третьей школы проходят в течение учебного года. Утвержденный план менялся, связисты добавили еще пять мероприятий. Таким сотрудничеством довольны обе стороны. Ребята выразили желание увидеть еще профессионализм связистов на отдаленных промыслах общества, а также попробовать свои силы в работе на высоте. Оксана Захарова, Олег Зубко, телевидение общества «Газпром. Добыча на дым». Далее в программе. «Быть стальным снаружи и внутри». «Ты несешься со всей дурью с трамплинов». Снегоходный кросс объединил любителей быстрой езды. И еще больше участников, еще сложнее трасса. Там намного больше поворотов, виражей. Завтра стартуют автомобильные гонки на кубок «Газпром. Добыча на дым». Мы встретимся через минуту. Сейчас реклама. «Газпром. Добыча на дым» предлагает к реализации объект гостиницы «Полярная». Расположены по адресу город Надым, улица Набережная имени Оруджева, дом 45. Стоимость объекта 44 554 000 рублей с учетом НДС. Справки по телефону 568 447 566 321. Общество «Газпром. Добыча на дым» продает 4-комнатную квартиру по улице Мира, 17, в самом центре поселка Пангаде. Общая площадь – 136 квадратных метров. Все комнаты изолированы. Два холла, два санузла, две просторных лоджии, пластиковые стеклопакеты, новая сантехника, косметический ремонт. Чистый и тихий двор с детской площадкой и парковочными местами. В подъезде чисто, интеллигентные соседи. В шаговой доступности продуктовые и продовольственные магазины, поликлиника, детский сад, школа, через дорогу, сквер имени Ремезова. Цена 2 миллиона 630 тысяч рублей. Все вопросы по телефону или по электронной почте. Субтитры подогнал «Симон» Продолжаем выпуск. Зебры с большими ногами, улыбающиеся львы, черепахи, везущие торт, обезьяны в цилиндре. Это детские выдумки юных пангадинцев. Самые маленькие воспитанники образцового коллектива изобразительного искусства «Страна фантазий» показали, чему научились за год. Дом культуры юбилейный, украсили 17 ярких, сочных детских работ. Помощь педагога здесь минимальная. По словам Регины Защепенковой, ее задача – научить детей первого года обучения о замкомпозиции на примере различных животных. Несмотря на то, что все рисунки по мастерству очень разные, в них чувствуется индивидуальность. Каждый маленький художник вложил в свою картину капельку своей души. Кого бы ребенок ни рисовал, будь львенок или жираф, они все равно на себя его как-то проецируют и немного похож тот животный на них самих. Ну, какой-то, может быть, характер или еще что-то, может быть, какие-то внешние. Ну, смешно, но это так. Занятие нацелено на то, чтобы ребенку было легче потом в школе. Во-первых, ну, как бы, как я уже говорила, что там моторику мы развиваем, мы развиваем усидчивость. Почему именно карандашами рисуем? Потому что, ну, чтобы были крепкие мышцы, к письму подготовлен больше было ребенок. Сегодня день мецената и благотворителя. Доброта, сострадание, человечность – эти слова являются синонимами понятия благотворительность. Во все времена были люди, которые стремились помогать другим, и компании, которые готовы оказывать помощь безвозмездно. Так, в «Газпромдобыча на дым» в статье расходов есть специальная строка, которая так и называется «Благотворительность». В адрес городообразующего предприятия постоянно поступают письма с просьбой о помощи. Около 40 миллионов рублей в 2017-м общество пожертвовало на развитие образования, культуры и спорта, а также экологические проекты и мероприятия в Надымском, Ямальском и Пуровском районах. Надымские газовики – постоянные организаторы и активные участники благотворительных конкурсов, акций, марафонов и мероприятий. Многие работники предприятия оказывают поддержку вполне конкретным людям и категорически отказываются об этом рассказывать. Добрые дела надымских газовиков не остаются незамеченными. По итогам 2017 года «Газпром. Добыча на дым» получил гран-при конкурса Российской организации высокой социальной эффективности. Но не это главное, считают в компании. Главное – веление души и сострадание. А вот приходилось ли надымчанам оказывать помощь просто так, от души? Узнаем из нашего еженедельного опроса. Да, мы каждый год участвуем. Это марафон. И в этом году у меня внук будет участвовать со своей группой «Звоночек». Так что мы очень рады. Будем участвовать. Будем смотреть. А лично кому-то вы оказывали помощь? Ну, по мере возможности, наверное, да, все оказывают. Все зависит от количества денег, которые есть у человека. Мне не приходилось. У меня нет такого достатка. Даже мне приходилось принимать помощь. И это как раз ощущаешь, когда ты принимаешь помощь от кого-то, да, вот когда ты в какой-то трудной ситуации, сложной ситуации. Ты понимаешь, что ты не один на земле. Вот, что, ну, люди есть, вокруг люди есть, сострадающие, помогающие. Поэтому, как сказать, в ответ я тоже стараюсь, если у меня есть возможность, конечно, прийти на помощь. Вот в магазинах стоят вот такие вот, типа кабины, да, ящички помогали. У меня и самого тоже помощь нужна дочке. Поэтому я считаю это правильно и должен делать каждый человек, помогать ближнему. Просто вот своим знакомым имею в виду, ну, в основном это одежду отдаю, дарю детям, кто вижу, что похуже живет. Если я уверен, что благотворительность, она во благо, то не жалко, да, то есть она же тоже в разной форме может быть благотворительность. Бывают часто люди, там, мимо проходишь, спрашивают, там, копеечку помочь кому-то надо. Кто-то действительно голодает, нуждается в помощи, а кто-то, там, пьянствует. Поэтому, когда, не знаю, у меня, там, просят люди помощи, я всегда стараюсь, ну, как сказать, понять, во благо это человеку или нет. Приходилось только смс-ками, вот, на помощь детям. И, конечно, это важно для любого человека. Почему? Ну, почему? Это как-то создает внутреннюю уверенность и вообще стабильность в мире, что кто-то кому-то сильный, помогает слабому. И мне приходилось, и мне оказывали, и это я считаю, что обязательно нужно помогать. Обязательно. Есть такая пословица хорошая русская, да не скуднеет рука дающего. Вот, от этого я, мы все пляшем. Рев моторов и несколько десятков снегоходов. Озеро Янтарное вновь стало местом проведения зрелищных и ярчайших спортивных событий. В минувшие выходные прошел финальный этап лично командного Кубка Ямолонейского автономного округа по кроссу на снегоходах. В нем приняли участие и работники «Газпромдобыча надым». Около 65 участников от 5 до 47 лет представляли несколько спортивных клубов из Надыма, Нового Уренгоя, Муравленко. В числе старших спортсменов и три работника общества «Газпромдобыча надым», а также два ребенка, чьи родители трудятся на предприятии. Газодобытчики всегда поддерживают спортивные события в городе и являются одними из организаторов таких праздников. Протяженность трассы у нас 450 метров. Сделали больше трамплинов. Сегодня у нас техника работала. Благодаря «Газпромдобыча надым» задействована она на работе для строительства трассы. Без этой техники, конечно, снега уплотнительная для горных районов. Без такой техники, конечно, в такие сроки такую трассу построить просто невозможно. Первыми на старт вышли самые маленькие любители быстрой езды от 5 до 12 лет. По правилам они могли участвовать лишь в показательных выступлениях. Но на старте шансы у всех равны. Трамплины, повороты, крутые виражи. Спортсмены падали, застревали и сталкивались друг с другом. В одном из заездов на снегоходе Максима Жевтонога порвалась цепь. Прыжки мне нравятся, но на большом трамплине мне папа сказал, что не надо газу давать. Потому что все препятствия, надо быть осторожным, аккуратнее и внимательнее. Я чуть-чуть расстроился, но я подумала, что есть один шанс. Это поехать на Ваняном журавлеве. Не знаю, как объяснить, но ты несешься со всей дурь, с трамплинов. Ты прыгаешь и ты чувствуешь прям ветер в лицо. Это так приятно. У меня ощущения такие, что когда-то у меня голова вообще кружилась. Ямальские снежные схватки различного уровня давно пользуются популярностью у любителей быстрой езды. Для некоторых это хорошая альтернатива мотокроссу. Свои силы в зимних гонках впервые решил попробовать Михаил Баулин. Понял, что надо обязательно, пользуясь возможностью, проживая на севере, не иметь снегоход и не кататься на снегоходе, это, конечно, мне кажется, много потерять. Я в первую очередь хочу провести хорошо время среди этих людей замечательных, спортсменов, надымчан. Но там уж как получится. Не уверен, конечно, что я сразу какие-то призовые места способен завоевать. За ездой участников внимательно следили судьи соревнований. Они отметили высокий уровень организации кросса и подготовки спортсменов. Особое внимание уделили юным любителям. Сдавая старт классу самому маленькому М1, выпуская их на просмотровой круг, я увидел, что самые дисциплинированные, аккуратные они. То есть спустя 4-5 лет мы получим здоровое, воспитанное спортивное поколение. Снегоходный спорт, вообще кроссовые дисциплины, мотокроссы, снегоходного кросса, они воспитывают мужиков от А до Я. Здесь нужно быть стальным изнутри и снаружи. Ярослава Конлюкова, Олег Зубко, телевидение общества «Газпромдобыча на дым». На этой неделе подготовка к зимним трековым гонкам на Кубок общества «Газпромдобыча на дым» вышла на финишную прямую. Надымчанам и пангодинцам есть с кем побороться за призовые места. Ожидается участник из Нового Уренгоя, Омска, Сургута, Нефтьюганска, Нижневартовска и Екатеринбурга. Все ли готово к традиционным соревнованиям, узнала Светлана Туседа. Сейчас эта машина – самое главное на трассе будущих автогонок на Кубок «Газпромдобыча на дым». Дорожники ласково называют ее «волокушей». Медленно, круг за кругом, она убирает ямы и неровности. Трасса превращается в зеркало. Отличный результат. «Одно большое кольцо, 1200 метров для легковых автомобилей. И внутреннее кольцо, там намного больше поворотов, виражей. Это для полноприводных, которые порядка 800 метров». «Волокуша» – это сваренные между собой трубы, поверх которых лежит дорожная плита. Весом в 4 тонны разглаживает поверхность, как утюг. Только полотно в прямом смысле белоснежное. «Да, мы завозили специальный снег, особенно на ямы, которые получились после тренировки. Белый снег. После метелей мы верхний слой снега, большие переметы убирали. Остальное также волокушей накатывали». А на центральной площади города Мастеров движение полным ходом. Организаторы обустраивают места для зрителей и стоянки по транспорт. Прихорашивают местную стелу. Кое-где сошла краска после её установки. И держат в секрете, какие работы ведут внутри этого объекта. «Стюардессы, так называемые ОМП-машины, они нагнетают тёплый воздух в саму сферу, для того, чтобы там было тепло. То есть температура была плюсовая, чтобы можно было производить работы». Слово «секрет» прозвучало не один раз. Оригинальный сценарий всегда отличает культурную программу автогонок. В этом году большой праздник спорта дополнят инновации. В корпоративном конкурсе изобретений и технических решений «Левша» примут участие представители всех филиалов предприятия. «Презентация площадки включает в себя не просто выставку объектов, но и их представление оригинальное, с юмором, с возможностью интерактивного контакта со зрителем». На вопрос, в чём ещё разница между этими автогонками и предыдущими, нам ответили так. «Всё-таки приходим к постоянным формам. Если вы видите, здесь оборудованы сооруженные конструкции, которые будут теперь присутствовать ежегодно, каждый год. То есть мы переходим к стационарным формам его проведения». Общество «Газпромдобыча на дым» организует масштабное мероприятие уже в 12-й раз. И с каждым годом оно привлекает всё больше и участников, и болельщиков. Светлана Тусида, Сергей Черков, телевидение «Общество «Газпромдобыча на дым». Специально для тех, кто не сможет завтра приехать в Пангоды, на сайте гонки2018.ру, его адрес вы видите на экране, будет организована прямая трансляция автомобильных соревнований. Подключайтесь. И это все события, о которых мы успели вам рассказать. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин